Электрокар в России. Транспорт элиты? Что нужно знать о переходе на сторону зеленого автопрома в 2022 году? Конечно, мягко говоря, завидуют нам, потому что уже столько в Казани у нас, сколько, ну порядка семи быстрых зарядных станций установлены. Третья часть топа научных открытий Казанского федерального университета. То есть это вот киндер сюрприз, представляете? Там есть игрушка. Вот то же самое, мы создаем некоторый контейнер. Всем привет, в эфире Универ-Ньюс, а в студии Илья Андреев. В Казанском федеральном университете состоялось последнее в уходящем календарном году заседание ученого совета. Традиционными темами обсуждения стали результаты года 2021 для Казанского университета. Успехи в научных программах, победа в приоритет 2030. Помимо итогов года обсуждения коснулись изменения в собраниях ученого совета. Дмитрий Таюрский предложил передать функцию собирать ученый совет Академической комиссии Казанского университета. Я напомню, что в состав календарной комиссии входят практически все директора институтов. В состав 37 членов Академической комиссии. Достаточно репрезентативная выборка ученого совета. И для принятия оперативных решений делегировать полномочия ученого совета Академической комиссии. Кого ты выберешь? Нас или их? С января 2022 года в России вводят налог на зеленый транспорт. Откажутся ли поклонники электромобилей в пользу бензиновых? Узнала наш корреспондент Ариана Гугушева. За первое полугодие 2021 года в мире было продано более 2,5 миллионов легковых электромобилей. На 168% больше, чем в первом полугодии 2020-го. В России инфраструктура и рынок находятся в зачаточном состоянии. Как известно, Татарстан впереди планеты всей. И для поклонников всего зеленого здесь настоящее раздолье. В Казани набирают популярность электро- и гибридные автомобили. И автолюбителей становится все больше. Свою любовь и гордость американский электромобиль Тесла Рустем Галимзианов пригнал из свободного от пошлин Минска год назад. Дорога из Москвы в Казань заняла 40 часов. Сказался дефицит зарядных станций. Чтобы дольше сохранить заряд, тепло в машине тоже пришлось экономить. Почти на сутки застряв в Нижнем Новгороде, мужчина на своей шкуре ощутил, каково это – быть за зеленый транспорт в России. Если летом я проезжаю порядка 400 километров на одном заряде, то зимой порядка 250. То есть почти в два раза падает емкость. Потому что печка, подогрев сидений – это потребляет большую часть электрической энергии. Но я просто не могу еще более экономно и медленно ехать. Потому что машина очень резвая, динамичная. И вот у нее, например, разгон 5 секунд до 100 километров в час. То есть с такими показателями может посоперничать какие-то спорткары. Пока владельцы электромобилей восторженно рассказывают о своих ощущениях, те, кто только запланировал покупку, озадачены новыми пошлинами. С 2020 года ввести машину в Россию бесплатно уже не получится. Экономическая цель заявлена увеличение производства внутри России собственных электромобилей. Для этого нужно уменьшить поток ввозимых. Целью стали повышать и возные пошлины, которые у нас с 2022 года должны составить 15% от стоимости электромобиля. Ну и также вот акцизы, сторонники электромобилей, они как раз аргументируют, что пока не налажено массовое производство, эти меры будут, так сказать, преждевременными. Они только приведут к росту цен на электромобиле и могут даже сократить, наоборот, объем парка. А так, в общем, у нас КАМАЗи производят. То есть есть опытные образцы от Москвы тоже есть, завод, который вроде бы обещал в 2022 году начать выпуск. Но пока что еще, то есть массовых у нас пока нет. Несмотря на новые налоги, перспектива иметь электромобиль остается привлекательной. Из плюсов сравнительно недорогое техобслуживание и бесплатный муниципальный паркинг. Именно в Татарстане в том числе поддерживается развитие инфраструктуры Минэкономразвития РФ. И, значит, установка зарядных станций будет субсидироваться Минэкономразвития РФ в размере 60% от затрат самой станции и в размере 30% от стоимости технологического присоединения к сетям. И таких станций в Республике Татарстан нам выделили квоту в размере 95 штук. То есть, естественно, бизнес, предприниматели, естественно, они будут охотнее вкладываться, инвестировать, развить инфраструктуры, потому что в три раза быстрее окупаться будут их затраты. Ну и, естественно, и нам будет, как потребителям, это будет стимулом для того, чтобы пересесть на электротранспорт. К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и оборудовать более 9 тысяч зарядных станций. А также добиться роста рынка электрокаров до 15% к 2030 году. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюс. С 14 января Казанский федеральный университет приглашает принять участие в Днях открытых дверей. В эти дни будущие абитуриенты и их родители смогут получить информацию о порядке поступления в КФУ. Условия обучения, студенческой жизни в ходе прямого эфира на странице Казанского федерального университета в Инстаграм. Каждый подключившийся сможет задать все интересующие вопросы. Запись эфиров будет доступна на странице во ВКонтакте, на YouTube-канале телеканала Универ ТВ. Мы продолжаем рассказывать об инновационных исследованиях и открытиях, сделанных учеными Казанского федерального университета в Год науки и технологий. Январь 2021 года. Ученые научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета нашли генетическую причину мигрени. Сотрудники университета пришли к выводу, что разные генотипы людей по-разному влияют на хронизацию мигрени. Мигрень – это не простая главная боль. Это интенсивная главная боль, которая, как правило, выбивает человека из его обычной колени. И что касается хронической мигрени, которая возникает больше 15 дней в месяц, то есть представьте себе, это у человека из месяца половина просто выпадает из жизни. В июле молодой ученый научно-исследовательской лаборатории OpenLab – генные и клеточные технологии Казанского федерального университета Марина Гомзикова разрабатывает лекарство от почечной недостаточности. Оно представляет собой физический раствор, который будет вкалываться пациенту внутривенно. Исследования получили грантовую поддержку российского научного фонда. Для трансплантации органов существует недостаток, острый недостаток донорских органов. И кроме того, при трансплантации органов есть риск отторжения. И актуальность проекта, и для чего мы разрабатываем наш биомедицинский препарат – это для того, чтобы избежать диализа и трансплантации органа, а стимулировать восстановление ткани почек пациента. В том же месяце химики КФУ решают проблему лекарственной устойчивости. Ученые предлагают два принципиально разных подхода к решению задачи, которые, несомненно, находятся в русле развития мирового тренда рационального применения лекарственных препаратов. То есть это вот как киндер-сюрприз, представляете? Там есть игрушка. Вот то же самое мы создаем некоторый контейнер, который, представляется, имеет нанометровый размер, состоит из различных макроциклов, по-разному функционализированных различными химическими структурными фрагментами. И туда мы нагружаем лекарство. И мы его таким образом прячем и доставляем в клетку. В августе ученые научно-исследовательской лаборатории реологические и термохимические исследования Казанского университета доказали влияние горных пород на окисление нефти. Исследование получило поддержку российского научного фонда. Этот эксперимент включает исследование минералов кальцит и доломит. Кальцит и доломит – главные минералы в карбонатном резервуаре. Во всем мире мы имеем примерно 60% нефти, они находятся в карбонатном резервуаре. Тщательное исследование воздействия данных минералов на горение нефти предоставляет важную информацию для применения процесса внутрипластового горения в карбонатных коллекторах, которые обладают огромными запасами нефти. Важно знать, что минералы внутри резервуара влияют на процесс извлечения нефти. Также в августе уникальное скопление галактик обнаружили ученые Института космических исследований РАН с помощью орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр рентген-гамма». Подобных сверхмассивных и далеких от нас скоплений ранее было открыто всего два. Совершить открытие удалось при помощи наземной оптической поддержки с помощью полутораметрового телескопа РТТ-150 Казанского федерального университета, установленного в Турции. Дело в том, что кроме галактик, в скоплении галактик, существует так называемый горячий газ, который разогребует температуру в несколько миллионов градусов. Вот этот горячий газ, излучающий в рентгеновском диапазоне, мы с помощью оптических телескопов не видим. Но зато этот газ хорошо видят рентгеновские орбитальные обсерватории. Почему важно запускать в космос такие орбитальные обсерватории, регистрирующие излучение в рентгене? И это далеко не полный список научных открытий. Мы завершаем часть топов 2021 года. В следующем году нас ждет еще больше открытий и разработок. Елизавета Никитина, Софья Чугунова, Универньюз. На этом все. В студии был Илья Андреев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала.